Всем привет, друзья! Меня, в принципе, радует актив под тренировочными блогами. Продолжайте ставить лайки, писать комментарии, просто забомбите. Не знаю, в комментариях напишите, как ваш день прошел, как вас зовут, откуда вы, что угодно напишите в комментах, чтобы видео раскручивалось. Я буду продолжать вас радовать тренировочными блогами. Поехали! Сегодня я вам покажу крутую тренировку на грудь, на трицепс и на плечи. Я сегодня весь день искал дополнительные блины для штанги, но так и не нашел, ребята, в нашем Мухосранске ни хрена вообще в магазинах не продаются блины ни в одном спортивном магазине. Ну и максимальный вес на штанге 70 килограмм, ну будем работать с тем, что есть. Сегодня пожму 70 килограмм на максимум, чисто для контента, и посмотрим, на сколько повторений я сделаю. Мой собственный вес 66 килограмм. Итак, тренировка на грудь сегодня у меня будет состоять из двух упражнений. Это сжим лежа, буду делать три подхода, три рабочих подхода, не учитывая разминочные. По сути, я должен был делать сегодня от 6 до 8 повторений с нормальным весом, но у меня всего лишь 70 килограмм, поэтому буду делать как пойдет. Если вы будете использовать мою тренировку, делайте от 6 до 8 повторений сегодня. И второе упражнение на грудь, это сжим гантелей на наклонной скамье. Делаем тоже три подхода от 6 до 10 повторений. Давайте начинать с груди, потом расскажу, что делаем дальше. Поехали! Многие просили показать, как происходит моя разминка перед жимом. Сначала, друзья, я делаю базовую разминку тела, физкультура. Просто для того, чтобы разогреть, растянуть наши мышцы. Потом я начинаю сжать 20-25 килограмм на 10 раз. Потом беру 40 килограмм и жму на 6-7 раз. А потом уже беру 70, да, максимальный вес, который у меня может поместиться на штангу, и жму на максимум. Вот такая вот у меня разминочка. У меня просто была травма плеча, у меня года два болело плечо. Просто, я не знаю, спишь, руку под голову положил, и дикая боль. Ты просто просыпаешься из-за того, что люто больно в плече. И это произошло, когда я жал сотку. У меня хрустнуло что-то в плече. Я думаю, олды помнят, да, это на видосе запечатлено. Хрустнуло в плече, и все, и капс, да. У меня такое ощущение, как будто была порвана манжета, либо что-то такое, потому что болело плечо два года. Но сейчас оно не до конца прошло. Бывают, да, ощущения, когда отжимаюсь, либо жму штангу, и когда плохо разогрелся, болит. Поэтому я перед каждым жимом, блин, разминаюсь очень хорошо, чтобы прям согреться. Друзья, если вы хотите отблагодарить меня за мои труды, а также сами накачаться хотите, переходите по ссылке в описании на сайт beastesthetics.com. Это мой сайт с программами тренировок и питания, где вы сможете найти огромный выбор. Программы для зала, для улицы, для дома, для прокачки подтягиваний, для увеличения массы, для сушки, для новичков, для продвинутых атлетов. Огромный выбор программ. Переходи и выбирай свою. А мы переходим к жиму 70 килограмм. Если меня задавят, я не виноват. Без страховщика очень страшно делось, ребята. Особенно последнее повторение. Не, возможно, конечно, бы я и 15-й затащил, но я бы без страховщика пробовать не стал. Ну вот теперь как раз буду работать в районе 6-8 повторений. Если понадобится скинуть вес, скинем. Как вы поняли, это был первый рабочий подход. Еще два, и переходим к следующему упражнению. Отдыхаю я между подходами 2-3 минуты. Нормально идет, еще один подходик. Многие люди, друзья, мне не верят, что у меня очень тонкие запястья и вот здесь кость на голени. Для этих людей давайте, конечно же, докажу, замерим. Запястье, если сильно не натягивать, 15 сантиметров. А если натянуть чутка посильнее кожи, будет 14,7. Голень 17,8 сантиметров. Я не знаю, вам видно или нет, 17,8 сантиметров. Моя голень, блин, как у многих запястья, ребят. Это я к тому, почему я так мало вешаю, почему мои мышцы выглядят объемно при таком маленьком весе. Ответ простой, у меня кости как у ребенка, блин, по размерам. Как у девочки какой-то маленькой. Так, ну что, я сделал три рабочих подхода, друзья. Теперь переходим к жиму гантель на наклонной скамье. Тоже три подходика. Отдыхаю как раз 5 минут, пока собираю гантели. Ля, какие у меня гантели, пацаны. Песец, чтобы вы понимали. Вот моя рука, вот гантели. Просто маленькими блинами вообще нормальный вес не сделать. Пробуем, давайте. Я не думаю, что удобно будет. Пф, ядрит. Нормально, нормально. Капсдос, они правда стойки за дела. Ну, это лучше, чем с маленькими. Там, если маленькие блины навешать, там получается килограмм 15, может, 16 максимум. А тут сразу же от двух блинов двадцатка, ема. Не-не, хорошо прям так. Верх груди чувствуется, передняя дельта. Вот это натуражка. А все химики, которые говорят, что они натуралы, это петушиный поступок, пацаны. Реально, петушиный поступок. Я читал комментарии, вроде бы, под первым выпуском, что, типа, ребята говорят, сильно локти вот так по бокам разводишь, когда жим делаешь на наклонной. Надо, говорят, больше вот так, типа, под низ, поняли, выжимать. Когда я делаю под низ, у меня в плече боль начинается. Такое, знаете, как будто скрежет какой-то неприятный. Я делаю, как мне комфортно, как я чувствую мышцу, и как не вызывает болевых ощущений в суставах. Вообще, я считаю, вот строго определенной какой-то техники для каждого человека не существует. Кто-то делает с читингом, да, у него рост идет. Кто-то делает в поламплитуду у него рост идет. Кто-то делает без читинга у него рост идет. Кто-то делает, блин, в полную амплитуду у него рост идет. Ну, типа, разные углы и так далее. Нет вот прям определенной четкой техники для каждого человека. У всех организм по-разному откликается на нагрузку. Видите, когда я начинаю немножко градус уменьшать, то у меня начинает болеть плечо. Я делаю так, как мне комфортно. Самое важное, чтобы эта техника не причиняла вам дискомфорта, не была травмоопасной и так далее. Если у вас идет рост от вашей техники, делайте так. Не надо слушать всех подряд, да, там всяких псевдо-учителей в интернете, которые говорят, делай так, делай так, делай так. Найдите определенную технику, которая для вас подходит. Допустим, в жиме тех же гантель, да, сидя, кто-то делает на полную, то есть прожимает еще вверху плеча. Кто-то делает, блин, в поламплитуды, ну, типа, абсолютно у всех разная техника. Кто-то делает протяжку со штангой на плечи вот так, да, то есть в такой амплитуде, а кто-то поднимает вот так. Ну, типа, абсолютно разная техника у всех. На ком-то работает одно, на ком-то работает другое. И типа на 100% определенной техники для каждого человека на Земле нету. Есть только та базовая техника, которой нужно придерживаться, да. Это та техника, которая не причинит вам ущерба, да, от которой вы не порветесь, не растянетесь, не сломаетесь и так далее. Но немножко ее видоизменять, да, капельку в свою сторону, угол там и так далее, амплитуда, это можно, почему нет? Три подхода закончили. Теперь переходим к плечам. Потом будем делать трицепс. Потому что в трицепсе нам снова придется делать жим узким хватом. На плечи, друзья, я сегодня буду делать тяговое упражнение. Это протяжка с широким хватом со штангой на плечи. И второе упражнение это тяга лихейня. Если вы не слышали, то покажу, как она делается. Это упражнение тоже со штангой на заднюю дельту. Тоже делаем, друзья, три подходика от 6 до 12 повторений, как получится. Отдыхаем тоже 2-3 минутки. Я еще, пожалуй, эти весы накину, килограммчиков 5. Продолжение следует... Все, три подходика есть. Так, теперь тяга лихейня. Объясняю, в чем прикол. Вы тянете штангу вот таким вот хватом сзади. То есть, видите, вот так тянете и напрягается у вас задняя дельта очень хорошо. Она как камень становится. Берем хороший вес, хороший. И просто тянем из-за спиды, из-под жопы вот так вот вверх. Тоже делаем три подходика от 6 до 12 повторений. Сейчас покажу, как делать. Субтитры делал DimaTorzok Плечики проработали, друзья. Теперь осталось у нас трицуха. Я буду делать два упражнения. Это жим штанги узким хватом и разгибание из-за головы с гантелей. Делать я буду это в суперсете. Да уж, после жима лежа тяжелый вес для меня. Надо немножко убрать. Я сказал, да, что мы тоже делаем три подхода, только уже суперсетом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, друзья, спасибо большое за внимание. Не забудьте ляпнуть лайк. Пожалуйста, да? Сто процентов надо ляпнуть лайк, чтобы вышел следующий тренировочный влог. И если, конечно же, вы наляпаете много лайков, то, блин, выйдет. Он сто процентов выйдет. Поэтому давайте, ребятки, лайки, просмотры, комментарии. Напиши, допустим, как тебя зовут и откуда ты в комментариях. Я все читаю, честно. Не забывай про сайт bistoeesthetics.com. Если хочешь тренироваться вместе со мной, хочешь качественную программу для натурального атлета, ссылочка в описании, братик. Все, а мы увидимся с тобой в следующем выпуске. Наверное, да? Лайк не забудь. Пока!